Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации Китай и Ведов, сотрудник Института исследований современного Китая. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие потери несет Китай из-за терроризма, из-за событий в Красном море? Это во-первых. И во-вторых, обращение китайцев к Ирану за помощью. Прислушается ли Иран к этому? Может ли Иран действительно повлиять на хуситов в том объеме, в котором Китай на это может надеяться? Европейский Союз является самым важным торговым партнером для Китая. Объем товарооборота между этими двумя полюсами очень существенный. Он исчисляется в сотнях миллиардов долларов. И Китай рассматривает Европейский Союз как основной рынок сбыта своих товаров. Торговля между ними в пользу Китая. И для Китая принципиально важно сохранить стабильность поставок на этом направлении. Более того, инициатива «Один пояс, один путь» в своем наземном или сухопутном варианте как раз так же разрабатывалась для того, чтобы поставки осуществлялись стабильно и бесперебойно. И, конечно, от вот этой эскалации, которую вы обозначили в Красном море, действительно Китай страдает. Сообщение о том, что Китай обратился за помощью к Ирану, я не встречал. Официально китайский МИД устами своего спикера заявил, что они консультируются со всеми сторонами, которые могут влиять на этот процесс. Что означает так же и с Ираном. Но то, что Китай просит помощи, я такое не слышал. Это не в китайском стиле. То есть, возможно, не обстреливаться будут только, например, китайские и российские суда. Вот возможен такой вариант? Я не думаю, что те, кто занимается этими обстрелами, могут сильно дифференцировать суда, которые проходят через пролив. У Китая есть инструменты для того, чтобы оказать некое влияние в этом регионе. Я напомню, что в Джигутте, как раз вот в этом Баб-Эль-Мандепском проливе, в узком горлышке, на входе в Красное море с юга, находится китайская военная база. Там дежурят несколько китайских кораблей, которые участвовали в миссии по борьбе с сомалийскими пиратами. Причем участвовали наравне с другими странами мира. И оттуда Китай запросто может направить в этот регион какие-то свои военные корабли для того, чтобы патрулировать море и сопровождать свои транспортные и торговые суда. Но, опять-таки, возвращаясь к официальной позиции Китая, устами своего спикера Китай сказал, что мандата на осуществление каких-либо военных миссий против хуситов на территории Йемена нет. Мандата со стороны Организации объединенных наций. Более того, он еще сказал, что стремится к уважению суверенитета всех стран региона, не конкретизируя Йемен, но тем не менее стремится к тому, чтобы, так как и с Украиной, суверенитет этой страны якобы соблюдался. И из этого заявления следует, что Китай не будет поддерживать какие-то военные открытые действия, направленные против хуситов. Будет ли использовать Пекин теневые каналы? Я думаю, да. Скорее всего, и с Ираном, и с другими сторонами будут проведены соответствующие консультации. Но пока что сигналов того, что Китай собирается серьезно пушить ситуацию, серьезно давить на стороны, пока таких сигналов нет. Да, Дмитрий, вы правы в том, что официальных сообщений об этом не было. Вот я читаю, Рейтерс об этом написал впервые со ссылкой на иранские источники, анонимные, о том, что КНР и Иран недавно провели несколько встреч в Пекине и Тегеране, обсудив торговлю и атаки на суда в Красном море. Вот как источник сформулировал это. Китай заявил, что если его интересом будет нанесен какой-либо ущерб, то это повлияет на торговые отношения с Тегераном. Поэтому Ирану необходимо повлиять на хуситов, чтобы они проявили сдержанность. То есть речь идет максимум о том, что торговые отношения между Ираном и Китаем могут пострадать, но не о том, что на фоне событий в Красном море может появиться какая-то трещина или разрыв вот в этой оси зла, куда кроме России и Северной Кореи входит как раз Иран и Китай. Об этом говорить, к сожалению, не приходится, я так понимаю. Похоже, что да. Похоже, что да. Но комментировать заявления иранской стороны мне сложно. Я не располагаю информацией, насколько откровенно либо достоверны иранские спикеры, озвучивая подобные заявления. Но то, что консультации такие происходят, сомнений никаких нет. Я думаю, консультации идут не только между Пекином и Тегераном, но также и между Пекином и Вашингтоном. Дмитрий, мы Вас услышали. Переходим, с Вашего позволения, к следующей теме. Итак, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в Таиланде. Эта встреча должна была начаться вчера и продолжится сегодня. Об этом, по крайней мере, сообщает Reuters. Также скажите, пожалуйста, вообще, чего ожидать от данной встречи двух высокопоставленных чиновников? Какие основные темы будут обсуждаться? Естественно, официальная информация – это важно, но как Вы думаете, что может остаться за кадром? Начнем с официальной позиции. Китайская сторона заявляет, что на этой встрече будет происходить стратегическая коммуникация между сторонами и будет развитие и продолжение диалога, начатого между председателем КНРС и Цзиньпином и президентом США Джо Уайденом в Сан-Франциско в ноябре прошлого года. Это означает, что, скорее всего, стороны на официальном уровне будут вести коммуникацию про двустороннее сотрудничество, его нормализацию и создание каких-то более благоприятных условий для развития. Но, конечно, они будут касаться и на неофициальном уровне вот этих всех острых современных внешнеполитических вопросов. В первую очередь, конечно, это будет Красное море, потому что и Китай, и Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации ситуации, а наоборот хотели бы видеть стабильное торговое передвижение торговых кораблей как раз вот в этом месте. Это с одной стороны. Второе, что может быть обсуждено между ними, это Северная и Южная Корея, поскольку там назревает также какая-то нестабильность потенциальная. И в Вашингтоне, я думаю, очень хотели бы, чтобы Китай инициировал определенное влияние или диалог с Северной Кореей, чтобы нормализовать ситуацию. Более того, как раз накануне этого визита в Северную Корею отправился заместитель министра иностранных дел, то есть заместитель Ван Ги, и провел там переговоры. О чем они там были, публично не сообщается. Но, естественно, я думаю, обсуждалось как раз вот это самое последнее демарши Северной Кореи, направленное против Южной Кореи. И заявление северокорейского лидера о том, что они пересматривают свой статус отношений с Южной Кореей и не будут пытаться производить воссоединение, а будут рассматривать по сути Южную Корею как независимую страну, с которой у них должны быть какие-то новые форматы отношений. И, я думаю, будет региональная безопасность обсуждаться, поскольку встреча в Таиланде, они будут обсуждать вопросы, связанные с АSEAN и с теми конфликтами, которые там, возможно, будут иметь место. Обе стороны будут с руководством Таиланда встречаться. И, я думаю, там как раз Таиланд – это та страна, которая стала эпицентром конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. И вообще Таиланд рассматривается как более близкий к Вашингтону союзник, чем к Пекину партнер. И китайская сторона активно прилагает усилия для того, чтобы изменить этот баланс. Но и Соединенные Штаты в этом не заинтересованы. Какой-то компромисс вокруг влияния обеих стран в Таиланде, я думаю, будет также на повестке. И еще одну новость попросим вас прокомментировать. Космические силы США сообщают о том, что зафиксировали пуски новых спутников. Их запустили совместно китайцы с россиянами. Официально эти спутники предназначены якобы для ремонта других космических объектов. Однако могут быть использованы для нанесения ударов по территории США. По крайней мере, американцы этого опасаются. На этом фоне, скажите, насколько военно-техническое сотрудничество Китая и России в последнее время стало более плотным, более откровенным, возможно, вот эти вот связи. Так ли это, действительно, так ли они близки, как об этом пишут на самом деле? Сотрудничество между Россией и Китаем развивалось интенсивно приблизительно последние 5-6-7 лет. Оно шло по нарастающей. Можно вспоминать и военные учения, которые проводились сначала с ограниченным контингентом, и потом все больше и больше. Туда стали, кроме наземных сил, подключать и флот, и авиацию. И вот спектр вот этих контактов по военной линии все расширяется и расширяется. В Китае очень интересно изучить опыт России в ведении современной войны, которая, к сожалению, происходит на нашей территории. В Китае за этим очень внимательно следят и стоят перед необходимостью того, чтобы модернизировать свои вооруженные силы и модернизировать свои военные доктрины. Для этого российский опыт очень полезен. Что касается военно-технического сотрудничества, покупки российских вооружений, то, насколько я понимаю, в Китае интерес к этому падает. Падает, потому что российское вооружение продемонстрировало свою низкую эффективность. Те технологии, которые Россия могла передать Китаю добровольно, либо, скажем, путем кибершпионажа, я думаю, уже Китай практически полностью ими располагает. То есть Россия, скорее всего, в ближайшее время прекратит быть донором каких-то военных технологий для Китая и останется только, скорее всего, донором военного опыта. Вот это и является основой, либо фундаментом для военного сотрудничества этих двух стран. Скажите, пожалуйста, учитывая то, что Украина пригласила главу Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите лидеров в Швейцарии, по крайней мере, об этом заявил заместитель главы офиса президента Игоря Жовкова, учитывая все эти геополитические расклады, участие Си Цзиньпина возможно? Крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Я, скорее всего, думаю, что Китай сделает вид, что он не заметил этого приглашения. Ну что ж, посмотрим. Хорошо, спасибо вам большое. Дмитрий Ефремов с нами был, эксперт Украинской ассоциации китай-ведов, сотрудник Института исследований современного Китая. Благодарим вас. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.